Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Струнова Ирина Геннадьевна. Я проработала 30 лет традиционной медицине, врач-анестезиолог-климатолог. Конечно, была заведующей отделением, врач высшей категории. И только 8 лет назад, когда я ушла на пенсию, я поняла, что мне надо дальше что-то решать. И в той атмосфере, в которой работает наша традиционная медицина, не захотелось работать. Потому что я чувствовала, что это идет просто уничтожение населения. Мы не сколько помогаем, сколько вредим. Потому что очень много тех моментов, которые не исцеляют, а лечат только следствие. И я еще, когда работала в реанимации, я всегда задавала вопрос, почему одно и то же заболевание у разных людей протекает по-разному? Почему одно и то же лекарство кому-то помогает, кому-то нет? Оказывается, все дело в первой причине. И первую причину, к сожалению, наша медицина, она не определяет. Ну вот расскажу по себе. Я с 15 лет, я когда-то занималась спортом, и с 15 лет у меня появились головные боли. Сначала это было раз в два месяца, потом чаще. И дошло до того, что буквально 8 лет назад, когда вот перед моими, каждый день болела голова. Головные боли, с тошнотой, с работой, давление было низкое, 80 на 50. И я в таком режиме постоянно работала в реанимации. Сами знаете, что нагрузка очень большая стрессовая ситуация, ночами работали, сутками работали, нагрузка была очень большая. То есть я была в синдроме хронической усталости, можно так сказать. Вот. Когда, ну, наверное, подвижка, просто так в жизни ничего не бывает. И старшая дочь, она мне тогда сказала, мам, какое ты имеешь право лечить людей, если ты сама больная, ты себя не можешь вылечить. И это у меня в голове отложилось. И потом говорит, если с тобой, не дай бог, что случится, кому мы будем нужны? Трое детей у меня. И я тогда задумалась, да, действительно, вообще, имею я на это право или нет. И я стала искать. Но кто ищет, он всегда найдет. Поэтому, уйдя, но есть такое понятие, как вот если что-то здесь лежит, то ты сюда уже новое ничего не положишь. Поэтому мне надо было вот эту медицину, с которой я работала 30 лет, мне надо было, ну, немножечко так отодвинуть и забыть, и искать что-то новое. Через какое-то время мне позвонила моя коллега и сказала, Ирин, пошли зарабатывать на паразитах. Я уже была тогда на пенсии. И мне это интересно стало. Я думаю, это как? Я пришла на конференцию, я услышала про биорезонанс. Мне это стало понятно, что я действительно получила те знания и ту информацию, которую я долго-долго искала. Вот. Тут же мне сделали диагностику на нашем профессионале, на дета-профессионале, и сказали, что причина моей головной боли – это паразит сосудов головного мозга. Я сказала, ура, наконец-то я нашла. Хотя по традиционной медицине я проходила очень много исследований, анализов, целый курс, проходила целый курс каких-то определенных лечений, там, значит, и капельницы, и уколы, и таблетки, но помощи никакой не было. То есть эффекта не было. А здесь, благодаря вот этим знаниям, естественно, я сразу купила наши приборы. Я теперь их называю нашими, потому что я понимаю, что действительно это, ну, наверное, восстановление тех возможностей организма, которые нам дает Вселенная, Бог, или кто как это подразумевает, что мы начинаем ощущать то, что мы должны ощущать, как мы должны себя вести. И вот так вот потихоньку-потихоньку я прошла обучение на профессионале. И что хочу сказать. У меня, когда я прошла обучение в Зеленограде, у меня была возможность, какой купить прибор. Был выбор, что купить и на чем остановиться. Как правильно, ну, действительно помогать людям? Где есть какие погрешности? Почему именно вот этот метод? Почему этот метод? Чем этот метод отличается от этого? Вот заложено, допустим, в этом приборе с компьютером, которые связаны, какое-то определенное количество программ. Ну, частотная характеристика. Там, допустим, 2000, 5000, да? И компьютер это просто все считывает. Считывает, но, опять же, в том режиме, иногда бывает, ну, частота прошла, она не зацепилась. И бывают погрешности. А когда ты на профессионале работаешь, ты, естественно, уделяешь. Допустим, что-то тебе не нравится, что-то ты там сомневаешься, ты перепроверяешь. И в компьютер не заложишь ту программу, которая есть в голове каждого врача. Многие программы компьютер не считывает. Ну, вот со мной, я сейчас работаю в центре, во Дворце здоровья в Москве. Со мной работает доктор, который занимается именно вот компьютерной диагностикой, чтобы сэкономить время. Но этот прибор не видит онкологии, этот прибор не видит загруженности лимфосистемы, ну, и многих-многих-многих других параметров, который очень важно уже объяснять людям, из чего начинать. То есть это, опять же, как правильно выстроить лечение. Когда-то я выглядела очень старо. Мне тогда давали 75 лет. Но сейчас я на этот возраст не выгляжу. Поэтому мне говорят, ты изменилась, ты какая-то похорошела. И даже вот я сейчас приехала на обучение сюда, и я с подругой своей, она тоже доктор здесь, кардиолог, и мы с ней не виделись всего один год, и она сказала, Ирина, ты какая-то другая, потому что я постоянно работаю с собой. Я узнала... Мне очень жаль, что в медицинских институтах не обучают диетологии. Я очень переживаю, что почему не вводят психологию, фитотерапию и какие-то новые методы лечения, в частности, биорезонанса. Поэтому вот наша традиционная медицина, к сожалению, ушла в то русло отравления химией. То есть мы ушли от природных лекарств, которые раньше были педикопечные. Мы еще тогда на фармакологии изучали, значит, такую-то траву, все писали по-латыни, такую-то траву столько-то, квантум сати, как говорится, да, такой-то травы столько. То есть мы делали сборы и какие-то растворы, настойки. То есть сейчас этого абсолютно нет. Сейчас все нацелены только на лекарства. А лекарства – это химия. Мало того, что экология наша оставляет быть лучшим, питание, которое мы тоже постоянно потребляем, напичкано и ГМО, и всякие фастфуды, и консерванты, и красители, плюс тяжелый металл. Вот это все, это все идет зашлаковка организма. Из-за этого люди страдать стали больше. Немножечко подведу итог, что, вот, например, когда я пришла в реанимацию в Щелково, у нас отделение было на 6 коек. И мы дежурили по 2 к доктору. Один был на наркозах, второй был в самом отделении. И у нас тогда в отделении на 6 коек лежал всего 1 или 2 человека в неделю. Сейчас, когда я уходила 8 лет назад, к сожалению, на 6 койках 6, 7, а то и 8 человек даже на каталках. И люди были очень тяжело больные, и не знаешь, кого перевезти. Поэтому вот эта вот печальная картина, но выход всегда есть. Если люди задумаются о том, что они едят, что они пьют, как они нарушают законы жизни. А законы жизни – это закон меры, закон времени. То есть, опять же, существуют биологические часы. И вот это все, я думаю, что это вкупе. И в целом наши приборы биорезонанса, они помогают людям избавиться от токсинов, вывести токсины, постановить органы, которые плохо работают. И вот у меня, например, есть пациентка, с которой мы работаем много лет. Она была вся в негативе, у нее там очень много, целая куча проблем. Так вот, наши приборы биорезонансные, они помогли человеку осмыслить новый, ну, принять новый мир, что вот она действительно работала не так. То есть мы, работая на физическом уровне, поднимаем духовный мир людей. Это очень важно, я считаю, в жизни. Поэтому много могу сказать о наших приборах, только положительного. Но женщина иногда или мужчина приходит, говорит, ну вот ладно, давайте попробуем вроде как. Ну, кто-то дает взаймы там на какой-то период. Есть у меня доктора, которые дают, ну, там на какой-то период прибора. Тот же антипризитарный, простудный, там, и у ребенка, допустим, вот идет простуда. Три дня постановки простуды, то ребенок выздоравливает. Это вот та реакция организма, который, ну, извините меня, вот это доказательство того, что приборы работают. Без антибиотиков, без каких-то лекарств. У меня вот буквально полгода назад молодая женщина, а у нее двое детей, и маленький ребенок заболел фолликулярной ангиной. Там лимфоузлы были увеличены очень здорово. И когда она пришла в поликлинику, ей взяли соскоб с миндалин и назначили, конечно, антибиотики. Она мне звонит, говорит, Ирина Геннадьевна, как мне поступить, что мне сделать? Я ей сказала, говорю, поставьте на антипаразиторам вот эти программы, на ритме эти программы. И буквально прошло 4 дня, он говорит, все, у меня ребенок выздоровел. Они пошли повторно в поликлинику. И врач говорит, ну, конечно, вот вы пили лекарства, вы пили таблетки, антибиотики, вот у вас все прошло. То есть ушли лимфоузлы, ушли вот эти все миндалины, да, восстановились. Ребенок выздоровел. Она говорит, а вы знаете, мы, говорит, антибиотики-то не употребляли. И как же, говорит, вы вроде выздоровели. Не может быть, что у вас была вот именно вот такая фолликулярная ангина. Она говорит, а вы поднимите, мы сдавали мазок из зева. И когда там, значит, пишет сплошь рост стафилококков, она говорит, не может быть такого. То есть сама доктор удивилась. Вот это доказательство того, что человек лечился нашими приборами в течение трех дней. Вот эта проблема ушла. Поэтому я считаю, что это медицина будущего. И это надо людям рассказывать. Уходить от той медицины, но она уже сжила свое. Все должно развиваться. Очень много было случаев, когда мы исцеляли людей. Ну вот, например, язвенные болезни, кисты уходили. Это все подтверждено УЗИ. Допустим, человек хотел, предлагали ему операцию по, например, по кисти яичника. Да, женщины обычно к нам приходят. Ой, у меня вот такая вот ситуация. Мне предлагают операцию. Как же мне избавиться? И когда находишь первую причину, предлагаешь человеку приборы. Плюс я, конечно, добавляю обязательно питание. Потому что без этого никак. Лечение должно быть комплексное. И вот, например, в Нижнем Новгороде у меня женщина через полгода, она сделала УЗИ. А, сначала она мне прошла повторную диагностику. Я посмотрела, что кисту я уже не вижу в яичниках. И буквально она дня через три пошла, сделала УЗИ. И да, это подтвердилось, что вот эта вот киста и ушла. И она очень образовалась. Говорит, в общем, человек был на большом счастье и позвонила мне. Говорит, не дай он был. То есть это благодарность людям. Сейчас очень большой бич идет по пиломовирусу человека. Вот это очень тяжелая патология. И практически 99% людей его имеют. И когда начинаешь работать с этим вирусом, идет оздоровление. Ну, я всегда предупреждаю, что может быть вот это, вот это, вот это. И как надо правильно делать. То есть людей обучаю, как оздоравливать правильно. Ну, секретики маленькие выдаю. И всегда стараюсь доводить людей до оздоровления. Коллеги, которые остались в традиционной медицине, вы знаете, по-разному. Вот, например, Чулково. Меня не слышат коллеги, к сожалению. Они, ну, вот, то, что им зомбируют в медицинских институтах каждые пять лет, что-то по-другому, очень тяжело до них донести. Но у меня четыре человека, мои подруги, которые меня услышали, правда, не сразу. До одной я достучала через два года, до другой через полтора года. Вот, кто-то пришел, это через пять лет. Но уже четыре человека, коллег, моих друзей, которые занимаются биорезонансами. Я очень этому рада. Интересный случай расскажу. У меня была одна женщина, у нее фамилия немножечко почти как у меня. Я Струнова, а она Струнина, Ольга. Вот, я говорю, еще ассоциация. Она два года ходила по офтальмологам. И когда она обратилась ко мне, она говорит, Ирина Геннадьевна, я, говорит, ходила по всем, к своему поликлинику, в институт Гельмгольца. То есть вот очень много она прошла, офтальмологический клиник. И она говорила, посмотрите, у меня в глазах кто-то ползает. Она это ощущала и чувствовала. И все, глядя на нее, женщина в возрасте, посмотрев на нее, и сигарели, крутили у виска. Ну, вам надо к психиатру. И получилось, в конце концов, она ко мне пришла уже в черных очках. Она на свет смотреть не может. Она очки сняла, у нее отечность, естественно. У нее гиперемия, кто-то из каникулевит какой шел. И я говорю, ну, давайте протестируем. Я ее протестировала, и я нашла у нее есть такой паразит филерий. Филериоз. И когда ей, она уже была, тут же она купила приборы, я ей приборы запрограммировала, объяснила, как ими пользоваться. И она ушла. На следующий день, я всегда оставляю свой телефон для контакта, ну, люди разные, кто у кого, какие вопросы. И на следующий день она мне звонит и говорит, Ирина Геннадьевна, я вчера вечером пришла, поставила прибор антипаразитарный. Утром, говорит, просыпаюсь, смотрю в зеркало, и у меня на глазу появилась какая-то черная точка. Я, говорит, быстрее ноги в руки и быстрее в свою поликлинику к офтальмологу. Пришла и говорю, вот, посмотрите, чего-то у меня тут черная точка. Доктор смотрел, 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 взял пинцетик и за эту черную точку вытащил вот такого червяка. Медсестра упала в обморок. А Ольга такая довольная, говорит, ну, я же вам говорила, что у меня там кто-то ползает. И вот с тех пор у нее стали через эту дырочку выходить вот эти червячки, и у нее глаза освободились. Вот была первая причина ее проблем с глазами. А все ее посылали к психиатру. Вот такой интересный, забавный случай. Есть женщина в Подольске, которой врачи поставили онкологию четвертой степени, рак молочной железы. И когда она ко мне пришла, она мне показала свою грудь и говорит, и традиционно медицина от нее отказалась. Все, это не... Мы даже оперировать не будем, вам осталось жить немного. Я говорю, ну, давайте попробуем найти. И, значит, я сделала ей диагностику, и я у нее увидела, что в молочной железе хинокок. И когда мы начали с ней работать с хинококом, конечно, там много было еще дополнительных проблем, поэтому мы подключили комплексное лечение. Я добавила еще и БАДы, я добавила и щелачивание. Ну, в общем, много всего. То есть сделали комплекс. И первое время, значит, у нее вот сама эта опухоль, молочная железа, начала расти. Расти потому, что клетки начали выделять вот эту вот, ну, как сказать, слизь, ну, гной, можно сказать, да. А это вот ткани были вот такие рыхлые. И, конечно, пришлось через какое-то время, пришлось все равно это оперировать. Но, когда она сделала операцию, естественно, изменила и образ мышления, стала радоваться жизни. То есть мы с ней очень долго работали. В первое время я даже ездила к ней на перевязки, делала, потому что вот сосудики начали кровить, там вот это все разрушаться, ну, и все разрушающие ткани. И, в конце концов, после операции человек выздоровел, и вот до сих пор радуется жизни. Теперь дочка ходит, как нам, на периодическое обследование. Ну, какие ценности у человека? Либо человек просто хочет заработать на этом, либо человек хочет именно вылечить человека, оздоровить. Я не люблю слово «лечить», я обязательно говорю слово «оздоровить». То есть я даю те знания людям, как правильно убрать проблему и еще профилактировать. И всегда говорю, почему это надо сделать, либо так, либо так. То есть даю выбор. Но что хочу сказать, что благодаря, конечно, нашим приборам, наверное, я живая до сих пор. И, конечно, много проблем со своим здоровьем я решила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...